Всем привет, с вами Дико и в этом видео мы рассмотрим, как работает десер в плагине Айзотоп Нектар. Задача десера – приглушить звонкость буквы «С» в нашей аудиозаписи. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. В данной аудиозаписи был использован микрофон ESK BM800. Хоть в нем буква «С» не столь выразительна, но это не помешает продемонстрировать работу десера. Я включу десер и посмотрим на результат. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Давайте немного усилим эффект. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Лично от себя скажу, что десером я стараюсь не пользоваться, поскольку если его пережать, то голос становится глухим и эффект становится нежелательным. Но если у вас очень шипящий микрофон, то есть методика, которая позволяет максимально точно настроить баланс. Нам необходимо выделить один шипящий звук. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Теперь зациклим выделенную область специальной кнопкой. Далее перейдем в конфигурацию плагина и начнем манипуляции с десером. Для начала установим все настройки в ноль и начнем прослушивание. Далее перейдем в конфигурацию плагина и начнем прослушивание. Манипулируя всего двумя бегунками мы добились максимального результата. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Также хотелось бы сказать пару слов о параметре S, который установлен в десере. Его не нужно слишком завышать, а точнее занижать. Его оптимальная величина минус 5. Не переборщите. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. А иначе получите подобный результат. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Как вы слышите, голос стал приглушенный и малоприятный на слух. Чтобы этого избежать, не опускайте параметр S слишком низко. Опять-таки повторюсь, чтобы эффект был более заметен, нужно использовать микрофон типа Behringer B1, который очень любит пошипеть, или подобные микрофоны. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. С вами был Дико. Обязательно забудьте поставить лайк под этим видео. И всем всего хорошего.